Хочу сразу прояснить важную вещь. В этот раз визуала не будет из-за большой любви Фокс блокировать все, что связано с их собственностью. Да, случаи довольно запущены. Поэтому, чтобы мнение об очередном сезоне осталось бы хоть в каком-то виде, пришлось пойти на компромиссы. Ненавижу понять компромиссы. А потому, можете просто откинуться в кресле, закрыть глаза и просто слушать. Ну, либо наслаждайтесь логотипом АИУ несколько минут. Только не засните, пожалуйста. Шестой сезон истории оставил положительное впечатление и надежду на восстановление той хорошей репутации и высокой планки, поставленной первыми двумя сезонами. Седьмой же сразу интриговал своей завязкой, наступающей на территорию политического триллера. Тема прошедших президентских выборов в США актуальная и болезненная, а потому из нее можно было навернуть много интересного. Каково же было удивление, когда оказалось, что эта тема по большей части фикция, которую почти не вспоминают после первых двух серий. На смену и приходит, насколько кровожадная, настолько и холодная деятельность мрачного культа, главная цель которого – вселить и усилить до небывалых высот страх горожан. Ученики пугало, не иначе. В ход идут самые разные средства, начиная от сложного планирования пропаганды и до банальных, но очень показательных устранений неудобных людей. Сам сюжет в целом не очень комплексный. Однако мне понравились пара довольно изощренных твистов, которые неплохо так поворачивают русло истории. Также плюс еще и в том, что когда она начинает, как бы так сказать, застаиваться, становиться сильно проще и вообще утрачивать интерес к себе, авторы подкидывают какую-либо вещь, которая возобновляет этот интерес и не дает бросить просмотр. Лично мне было непросто предугадать исход сезона. Однако, помимо этих хороших моментов, никто не отменял и стандартные ходы, которые считаются за километр. Так что графическим отображением сюжета можно считать кардиограмму нормально функционирующего человека. Это очень субъективная вещь, но этот сезон стал первым действительно пугающим. И я не про хоррорные ходы или постоянное использование клоунов. Хотя клоуны действительно радости не приносят, сколько бы они там не плакались на оно и прочие притеснения. Херня это все, клоуны постоянные обитатели зловещей долины и пытаться спорить с этим идиотия. Так, я отвлекся. Меня всегда пугали больше реалистичные истории в хоррорах. Особенно обычные люди-маньяки. Просто потому что призраков или демонов не существует, а серийные убийцы и психопаты еще как да. Именно из-за того, что подобный культ может существовать прямо сейчас рядом с тобой и становится страшно. Джонстаун вам хороший пример. Да и сам упор на культивацию разных страхов дает эффект. Его, только уже другой, дают и некоторые события и персонажи. Например, седьмая серия, уходящая в местное прошлое. Это одна сплошная вскипающая злость и ненависть. Кто видел, тот поймет. Спасибо Лени Данэм за то, что сыграла такую суку. А еще, в отличие от предыдущего сезона, где концовка была, мягко говоря, не очень, в седьмом она выполнена гораздо лучше. Не так хорошо, как в первом или втором, но все равно удовлетворяет. Главный тандем актеров, Эван Питерс и Сара Поллсан, остались на своих местах. Они все так же работают на уровне, и чего-то нового от них здесь не увидеть. Ну, разве что Эвану теперь дали чисто злодейскую роль, отбитого на всю голову мудака. Исполнил с душой. Есть и прибывшие новички в лице Билли Лорд и Элисон Пил. Обе нормально сидят в своих персонажах. Иногда бывают странные моменты, но это уже вопросы к сценарию, а не к исполнению. Было приятно и снова увидеть Фрэнсис Конрай. В целом, если видели хоть раз АИУ и ее каст, то получается, что вы уже в полной мере осведомлены об игре и в этом сезоне. Хотя та сцена Сэма и Робертс получилась запоминающейся. Ну, вы поняли. Визуальная часть не изменилась, она все так же, что и ранее во всей антологии. Под словами «не изменилась» я имею в виду «совсем». Картинка реалистичная, из эффектов «практика» и «бутафорская кровь». Вот, в общем-то, и все. А, ну да, параллельное повествование подразумевает параллельный монтаж, но в наше время всем уже пофиг на подобные вещи. Не пофиг может только быть на перемешанное во времени повествование и монтаж, кое здесь тоже есть. Главные постановщики – вот это поворота! А вот с музыкой в этот раз как-то не задалось. Обычно всегда есть что-то действительно классное из лицензированной музыки, а тут и вспомнить не могу такого. Если оценивать как можно более объективно, то седьмой сезон – это все же топтание на месте для сериала. Хорошо, что смогли выйти в плоскость чистейшего реализма без всяких мистических штук, но этого недостаточно. Если же субъективно, то сезон больше понравился, чем нет. Не такой необычный, как предыдущий, но более сильный, чем третий, четвертый и пятый. Обманка с завязкой, подстегивание сюжета в моменты провисания, повороты, безумный Питерс и общая тематика делают свое дело. Культ – неровная, немного затянутая, но зато по-хорошему стрёмная глава Теля-Альманаха. Но хочется больше экспериментов. Как показывает практика, авторы могут в них.